Мы не прекращаем правовое давление на режим Лукашенко и прежде всего конечно мы ставим главной целью привлечение его а также его сторонников к уголовной ответственности за те преступления которые они совершили и продолжают совершать в отношении белорусского народа. Прежде всего сейчас речь идет о том что международные партнеры очень активно начинают присоединяться к этому направлению давления. Во-первых мы слышали с вами заявление министра иностранных дел Литвы Лансбергеса о том что уже в правительстве Литвы рассматривается вопрос о правовых основаниях привлечения к уголовной ответственности за миграционный кризис, за фактически международный терроризм связанный с торговлей людьми, с использованием людей в политических целях и привлечения на этом основании Лукашенко к ответственности. Уже в Литве создана соответствующая рабочая группа которая работает над правовыми основаниями дальнейших действий в отношении Лукашенко и его режима. Также в Европейском парламенте в Комитете по правам человека создана рабочая группа профессионалов, которая также занимается отработкой правовых оснований привлечения к уголовной ответственности Лукашенко. Мы знаем с вами что 7 октября этого года Европарламент уже принял соответствующую резолюцию и как раз таки призвал все государства использовать универсальную уголовную юрисдикцию, а также создать международный уголовный суд отход по преступлениям Лукашенко. Команда Народного антикризисного управления оказывает максимальное содействие этому. Вы знаете, что мы провели в Нюрнберге конференцию по привлечению Лукашенко. Мы входим в контакты с адвокатскими компаниями, таких уже две в Польше, с французской адвокатской компанией, и мы не откажемся от того, чтобы осуществлять давление на Лукашенко. И какая информация интересная приходит из Минска? Оказывается, Лукашенко дал поручение Службе безопасности для того, чтобы она уже попыталась установить контакты с мировыми ведущими адвокатскими компаниями, которые могли бы защитить Беларусь, но мы понимаем не Беларусь, а именно режим Лукашенко или лично Лукашенко, в том случае, если будут выставлены иски в отношении государства за преступную деятельность, например, связанную с захватом самолета Райан-Эйр или за преступление, которое совершил сам Лукашенко. Они уже готовятся, они уже боятся, они понимают, что именно реально в ближайшее время такие претензии могут быть поставлены как Лукашенко, так и его сообщникам. Ну, мы также продолжаем свою активность и мы не прекратим правовое давление на Лукашенко.